Дорогие друзья, меня зовут Роман Юрьевич Болдырев, я кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Тема моего сегодняшнего выступления – фейковые видео по истории или как выявить ложь в эпоху постправды. Для начала расскажу, почему именно эту тему я выбрал для своего выступления. Я благодарен ученикам и учителям лицея номер 17 города Северодвинск Архангельской области, которые обнаружили на просторах всемирной паутины ролик, видеоролик, посвященный истории, и переслали мне ссылку на этот ролик по электронной почте с просьбой его прокомментировав. Проанализировав содержание ролика, я понял, что кратким комментарием здесь не обойтись. И итогом стала эта лекция. Для начала разберемся с основными понятиями. В 2016 году составители Оксфордского словаря выбрали термин «постправда» словом «года». Словарь оно вошло в качестве прилагательного со значением «относящийся» или указывающий на обстоятельства, в которых объективные факты менее влиятельны формированию общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям граждан. Слово «фейк» также английского происхождения в дословном переводе означает «подделка». Это что-то ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное, с целью ввести потребителя в заблуждение. В повседневной жизни мы чаще всего сталкиваемся с фейками, конечно же, в политике, в грязных предвыборных технологиях, когда наша цель – запутать потребителя, запутать избирателя, внушить ему ложные идеи в качестве истинных. Но в последнее время технологии фейков стали пользоваться также для конструирования новых исторических мифов, для изменения массового сознания, его отношения к истории. Особую актуальность и особую опасность эти технологии распространения фейков, конечно же, приобрели в связи с какими-то значимыми историческими событиями. Так в этом году наша страна отмечает 210-ю годовщину со дня начала Отечественной войны 1812 года. И вот как раз в преддверии этого события на одном из каналов на Ютубе, канале «Осознание. Славянский мир» появился видеоролик под названием «Война 1812 года. Полное разоблачение лжи историков. 12 фактов, которых нет в учебниках истории». По состоянию на 1 сентября 2022 года этот ролик уже стал вирусным. Он набрал, как вы видите, более 2 миллионов просмотров и 83 тысячи лайков. Хотя время, ролик был загружен на Ютуб 1 февраля 2022 года, мы смотрим статистику на 1 сентября. Прошло чуть больше полугода. Это феноменальный успех создателей этого ролика. Вы видите на слайде QR-код, по которому вы можете пройти на эту страницу на Ютубе и посмотреть содержание данного ролика. И в течение моего выступления вы будете видеть на каждом следующем слайде новые QR-коды, которые позволят вам, отсканировав их, выйти на проверенные источники, на проверенные сайты в сети интернет, для того, чтобы убедиться в том, что то, что я вам сегодня говорю, это действительно правда, подтверждено источниками, а не очередной фейк. Итак, что же дает нам право назвать ролик под названием «Война 1812 года. Ложь историков» именно фейковым? Какие признаки фейка мы обнаружим в данном конкретном видеоролике? Первое, на что нужно обратить внимание, это анонимность. Авторство этого ролика нигде не указано. «Мы не видим ни одного живого человека в кадре, мы слышим только закадровый дикторский текст, который обезличен. Нигде нет никаких выходных данных, кто принимал участие в съемках этого ролика, кто его озвучивал, чью точку зрения он в данном случае представляет». Во-вторых, кричащий заголовок. «Война 1812 года. Полное разоблачение лжи историков. 12 фактов, которых нет в учебниках истории». Понятно, что это призвано привлечь внимание зрителя, зацепить его, что называется. Третий признак – это эксклюзивность. Даже сама подача заголовка и сопроводительного текста на канале YouTube, она тоже призвана спровоцировать интерес у зрителя, заставить его досмотреть видео до конца. Самая странная война в русской истории. Вы можете себе представить, чтобы у маршала Жукова в кабинете висел портрет Гитлера? На самом деле, странностей войны 1812 года гораздо больше. Мы собрали их больше десяти, и в этом видео попробуем совсем разобраться. Ставьте палец вверх, если мы поднимаем важную тему, и досмотрите этот ролик до конца. Обещаем, будет интересно. Это расчет вызвать любопытство зрителя, а обеспечить вирусное распространение среди широкой аудитории. Четвертый признак – это визуальный ряд. Когда мы смотрим на то видео, которое демонстрируется на экране, и на фоне которого звучит закадровый дикторский текст, то мы обнаруживаем, что весь видеоряд данного ролика смонтирован из компьютерной игры «Наполеон. Total War», вышедшей в 2010 году, и художественных фильмов «Война и мир» 1967 года, и эскадрон гусар-летучих, вышедших на экраны советских телезрителей в 1980 году. Это должно вызвать доверие зрителя, который, возможно, уже раньше видел эти кардеры. То есть создать эффект привычки. Я уже имел дело с этим материалом. Да, это действительно правда. Пятый признак – это конспирология. Авторы ролика заявляют, что все источники о войне 1812 года были сфальсифицированы. Причем никаких доказательств этому авторами, создателями этого ролика, вообще не приводится. Это призвано посеять недоверие к традиционной истории, сыграть на таких мистических настроениях, интересах людей к чему-то такому трансцедентному. От себя только могу сказать, что настоящих и письменных источников, и архивных документов, связанных с войной 1812 года, тысячи, если не десятки тысяч, и сфальсифицировать все это в одночасье, разумеется, никакой историк никогда бы не смог. Кроме того, что эти документы отложились в российских архивах, разумеется, они есть в архивах всех стран-участниц войны 1812 года. И Франции, и всех других стран и народов, которые в составе Великой Армии летом 1812 года пересекли границы Российской империи. Следующий признак – это безымянные источники. Полностью отсутствуют ссылки на какие-либо используемые авторами ролика источники и используемую ими научную литературу. В том же случае, если источники цитируются, а делается это крайне редко, это делается весьма вольно, цитаты сознательно искажаются. Это, опять же, призвано затруднить проверку этого ролика на истинность, если зритель чему-то не поверит и захочет сам докопаться до правды. Следующий признак – это безымянные иллюстрации. Названия, авторство, датировки тех изображений, которые демонстрируются в данном видеоролике, а это могут быть фотографии, это могут быть репродукции картин, карт. Они отсутствуют, либо, опять же, сознательно искажены в тех целях, которые преследуют авторы данного материала. Восьмой признак – это безымянные историки. Не указаны ни имена, ни названия трудов историков, чьи взгляды призван опровергнуть этот ролик. Они все коллективно называются историки, вот фальсификаторы истории с точки зрения авторов этого ролика. Ссылки в съемках этого ролика не принимал участие ни один историк, ни один специалист по истории Отечественной войны 1812 года. Он не давал интервью, которое было бы вмонтировано в данный видеоролик, не выступал в качестве научного консультанта при съемках данного ролика. Поэтому, опять же, кто является авторами, чью точку зрения они представляют, остается за кадром. И, наконец, провокационность. Материал подается таким образом, чтобы привести зрителя в замешательство, разрушить сложившуюся у него картину мира, разрушить у него сложившееся, может быть, еще со времен обучения в школе, представление о том, как происходила история нашей страны, и постепенно подготовить его к восприятию финальной, главной лжи, которая будет содержаться и будет выложена безапелляционно в финальной части данного видеоролика. Итак, давайте проследуем с вами за всеми сознательными искажениями, которые содержатся в данном видеоролике. Итак, безапелляционное заявление первое. В царской России эта война никогда не именовалась отечественной, утверждают создатели данного видеоролика. На самом деле, провергнуть и опровергнуть это их утверждение очень легко. Впервые отечественную войну назвали отечественной сами участники войны 1812 года. Изначально это было обиходное название, которое они употребляли в общении между собой. В письменном же виде впервые войну назвал отечественной знаменитый россиянин Федор Глинка, который в 1814 году напечатал книгу под названием «Подвиги графа Михаила Андреевича Милорадовича в отечественную войну 1812 года». Я специально подчеркнул на слайде словосочетание «отечественная война», которое напечатано на титульном листе его книги. По QR-коду вы можете зайти в интернет и посмотреть и прочитать содержание данной книги. Второй раз он издает письма русского офицера в 1815 года. В подзаголовке названия этой книги также присутствует сочетание «также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год». Профессиональные историки назовут отечественную войну отечественной несколько позже. Это сделает известный русский военный историк Михайловский-Данилевский, который в 1830-е годы опубликует первое официальное описание отечественной войны 1812 года. Вы тоже можете пройти по QR-коду и ознакомиться с данной научной работой. Кроме того, сразу по окончании войны 1812 года царское правительство отчеканило медаль, которой награждались все участники войны 1812 года. А сто лет спустя, в 1912 году, правительство Николая II выпустило для награждения юбилейную памятную медаль, посвященную столетию Отечественной войны 1812 года. То есть мы видим, фактически, со времен самой войны она уже тогда именовалась отечественной. И для царского правительства, и для массового сознания людей в 19-м начале 20-го веков никакого сомнения в том, что эта война народная, война отечественной, не было и быть не могло. Теперь заявление второе, с которого, собственно говоря, и начинается провокационный ролик. В избе в Филях, где проходил военный совет, на котором решалась судьба Москвы, не должен был висеть портрет врага Наполеона. Из этого авторы ролика делают сногсшибательный вывод, что никаким врагом для России Наполеон в 1812 году якобы не являлся. Создатели ролика выдает сама фотография, которую они используют в этом кадре. Дело в том, что настоящая изба крестьянина Фролова, в которой первого по новому летоисчислению 13 сентября 1812 года проходил тот самый военный совет, на котором решалась судьба защищать Москву или оставить ее неприятелю, сгорела в 1868 году. Спустя некоторое время, в 1886 году, изба была воссоздана и стала эксплуатироваться уже в качестве музея. Поэтому портрет Наполеона был повешен в этой избе, а точнее в ее копии воссозданной и стал музейным экспонатом. Он приветствовал, так сказать, посетителей данного музея, как только они входили в помещение данной избы. Разумеется, во время настоящего военного совета в 1812 году никаких портретов неприятеля на стенах развешено не было. Заявление третье. Пожар Москвы имел явно внеземное происхождение, потому что город был целиком каменным и в нем просто нечему было так сильно гореть, заявляют авторы этого ролика. На самом же деле, исторические документы их полностью опровергают. До пожара Москва в 1812 году была достаточно крупным городом. В ней насчитывалось почти 10 тысяч домов. Но из этого количества лишь 25% были каменными зданиями. Все остальное Москва была целиком и полностью деревянной. И даже в этих каменных домах перекрытия, крыши тоже были сделаны из дерева, который является легко горючим материалом. Во время пожара, происходившего в сентябре 1812 года, в воздух взлетели также все пороховые артиллерийские погреба, которые находились в древней русской столице. Кроме того, горели склады с имуществом, барки с зерном, с кормами для животных. Ведь для такого большого крупного города необходима была соответствующая логистика. На барках подвозили зерно, подвозили продовольствие, корм для скота, подвозили дрова, которые необходимы были не только для отопления населенного пункта в зимний период времени, но и для приготовления пищи. Ведь никакого электричества в те годы еще просто не существовало. И вот теперь все это загорелось. К тому же, для того, чтобы французы не могли потушить очаги возгорания, из города предварительно были вывезены все пожарные команды вместе с приданными им средствами пожаротушения. Активная фаза пожара длилась пять дней, а мелкие локальные очаги пожара продолжались вплоть до конца сентября. Великий пожар стал настоящей катастрофой для той самой Баженовской Москвы и Казаковской Москвы, Москвы второй половины XVIII века, потому что он уничтожил около 70% всех сооружений в городе и принес колоссальные убытки, размер которых можно сопоставить с годовым бюджетом всей Российской империи того времени. Полностью дотла сгорело 6496 домов. Это 71% всех имевшихся в столице зданий. Следующее заявление авторов. Какую такую депутацию русских бояр мог ожидать Наполеон Бонапарт, стоя на поклонной горе в окрестностях Москвы? Как об этом говорится в мемуарах графа де Сигюра. Вот, пожалуй, единственный исторический источник, который осмелились упомянуть авторы-создатели данного видеоролика. Но давайте и мы откроем с вами мемуары графа де Сигюра, тем более, что его книга под названием «История похода в Россию» уже несколько раз переведена на русский язык и опубликована в разных наших издательствах. На странице 247 мы обнаружим такой пассаж. Поэтому его взоры с жадностью были прикованы к воротам. Когда же, наконец, откроются эти двери? Когда же он увидит, наконец, депутацию, которая должна явиться, чтобы повергнуть к его стопам город со всем его богатством, населением, с его управлением и наиболее знатным дворянством? Поэтому, обращая ваше внимание, авторы ролика говорят о боярах, у Сигюра речь идет о дворянах. Это не одно и то же. И вот, если мы посмотрим оригинал, как это описано у Сигюра, то действия Наполеона действительно становятся более чем логичными, потому что такова была традиция наполеоновских завоеваний. Когда наполеоновская армия подходила к столице поверженного врага, он ожидал прибытия депутации от наиболее знатнейших жителей столицы, которые на красивой подушке должны были принести ему ключи от города, тем самым изъявив свою покорность. Так было при вступлении французов в Берлин 27 октября 1806 года. Мы видим с вами улицу Унтерден-Линден, видим знаменитые Бранденбургские ворота, и стоя у этих Бранденбургских ворот, Наполеон принимал капитуляцию столицы поверженного королевства Пруссии. То же самое творилось и в предместьях Вены в 1808 году. На картине художника Жиро Де мы видим, как Наполеон принимает ключи от Вены. Наполеон рассчитывал, что то же самое произойдет и с Москвой. Но, как принято у нас говорить, что-то пошло не так. Заявление следующее. Большинство памятников, посвященных войне 1812 года, увенчано французскими орлами или портретами Наполеона и Александра I. Значит, они были не противниками, а союзниками в войне 1812 года, заявляют создатели этого фильма. Посмотрим же вслед за ними на демонстрируемые в ролике памятники и мы. Единственный монумент, на котором действительно мы видим наверху установлен французский орел, это знаменитый монумент мертвым великой армии, установленный на Бородинском поле. История этого памятника весьма любопытна и примечательна. В 1912 году, когда должно было праздноваться столетие окончания Отечественной войны 1812 года, правительство, союзной нам тогда по Антанте Франции, просит разрешения русского правительства поставить на месте бывшего командного пункта Наполеона на Бородинском поле, памятник всем французским воинам, погибшим в этом сражении. Ну и понятно, что Николай II, правивший тогда в Российской империи, счел возможным удовлетворить просьбу нашего стратегического союзника по Антанте. Памятник мертвым великой армии был быстро изготовлен во Франции по проекту известного тогда архитектора и скульптора Бесвивальда на средства, собранные по подписке среди населения Французской республики. Люди жертвовали очень охотно. Гранитные блоки для этого монумента перевозились морским путем в Санкт-Петербург, а затем по железной дороге собирались их доставить дальше к месту назначения в Бородино. Но по воле случая пароход, который перевозил сам памятник, затонул во время шторма в Северном море. И переносить юбилей Бородинского сражения, как вы понимаете, было абсолютно невозможно. Поэтому в августе 1912 года все же состоялось открытие временного памятника, наскоро изготовленного из дерева и облицовочных материалов, тонированных под серый гранит. Для того, чтобы президент Французской Республики и государь-самодержец Всероссийский, которые присутствовали на юбилейных торжествах, могли все-таки перерезать ленточку и торжественно открыть этот мемориал. Но ровно год спустя, в 1913 году, временный памятник все-таки был заменен на вновь изготовленный из вогесского гранита, и спешно доставленный из Франции, но теперь уже по железной дороге. Не рискнули французы второй раз отправлять свой памятник по морю. Следующий монумент – это памятник главнокомандующему русскими армиями Михаилу Илларионовичу Кутузову. Верхушка этого памятника также увенчана орлом. Но на самом деле, если мы посмотрим на исторические источники, этот орел не имеет никакого отношения к геральдической символике наполеоновской Франции, а связан с красивым историческим анекдотом. Под словом «анекдот» в первой половине 19-го и до этого 18-м веке называли не небылицу, а какой-то интересный случай, достойный примечания, памяти о нем, случившейся в реальной действительности. Обратимся с вами к сборнику анекдотов или достопамятных сказаний о его светлости генерал-фельдмаршале князе Михаиле Илларионовиче Голенищеве Кутузове-Смоленском. Достигнув места своего назначения, князь тотчас же поехал осматривать местоположение вверенных ему войск. Как вдруг в небе явился орел и начал парить над его головою. При таком нечаянном появлении брононосного царя птиц князь Михаил Илларионович снял шляпу, и по рядам российской армии загремела единодушная ура. Скажем, вместе с предавшим нам сие предшествие, где россы, подобно римлянам, идут на бой, там нельзя не парить орлам над нами. То есть русские, находившиеся перед лицом своего командующего, перед самым началом генерального сражения войны 1812 года, восприняли орла в небе, эту птицу как символ предзнаменования их будущей победы. И разумеется, когда устанавливали на Бородинском поле монумент, посвященный главнокомандующему, скульптор решил вспомнить этого орла и в самой верхней точке этого обелиска установить его бронзовую копию. Следующий памятник, который демонстрируется в видеоролике, это монумент, обращаю ваше внимание, на месте смертельного ранения, так сказано в ролике Михаила Богдановича Барклая де Толли. Памятник настоящий, он находится в поселке Нагорное Калининградской области Российской Федерации. Однако история этого монумента не имеет ничего общего с тем бредом, который сообщают нам авторы данного ролика. Дело в том, что Михаил Богданович не был смертельно ранен и даже вообще ранен ни во время войны 1812 года, ни во время заграничных походов русской армии. Памятник был поставлен в 1821 году по инициативе прусского короля Фридриха Вильгельма III над местом захоронения сердца великого русского полководца, который скончался не во время боя, а по пути в отпуск уже после окончания и Отечественной войны 12-го года, и заграничных походов русской армии. Автором проекта стал немецкий, известный очень скульптор, Шинкель. 12 лавровых венков в верхней части обелиска, по три на каждый из сторон, олицетворяют 12 побед, одержанных выдающимся русским полководцем. Под венками помещены сопроводительные тексты на русском и немецком языке, и если их прочитать на любом из этих языков, они камня на камне не оставляют от всех теорий, высказываемых автором, рассматриваемыми нами видеоролика, потому что там написано «достойному полководцу, проложившему себе стезю славы, мужеством и храбростью во многих боях и ознаменовавшуюся победами, предводительствуя союзными войсками в войне, освободившие народы в 1813, 14, 15 годах соорудил сей памятник король Фридрих Вильгельм III. Ну а изваяние орлов, расправивших крылья, это, конечно же, парадный такой атрибут, символ любой победы, любой славы, ничего общего, опять же, с символикой Великой Армии, с символикой Наполеоновской Франции, они не имеют. Следующий монумент, который используют создатели ролика, это памятник «Благодарная Россия» героям 1812 года. Они заявляют, что мы видим французского орла, который расклёбывает россиянина, карабкающегося на столу. Смех да и только. Если посмотреть настоящее описание этого памятника, то мы обратим внимание, что орлов на самом деле не один, а два. И символизируют они не французскую армию, вторгнувшуюся в Россию, а первую и вторую западные русские армии, соединившиеся как раз под стенами Смоленска и давших здесь серьёзное сражение наполеоновским войскам. Памятник этот был заложен 6 августа 1912 года в ходе, опять же, празднования столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года. И если приглядеться к воину, который карабкается наверх, к русским орлам, то это как раз гальский воин, одетый не в русские доспехи, а в западные. И он символизирует как раз наполеоновскую Францию, которой противостоят два русских орла. Следующий монумент, на который ссылаются создания ролика, это монумент на месте переправы Великой Армии через Березину в деревне Студянка на территории нынешней Республики Беларусь. Мы видим на разных сторонах данного монумента, выполненного из кирпича, портреты Александра I и Наполеона Бонапарта, из чего, опять же, создатели ролика делают вывод, что они являлись союзниками в войне 1812 года. На самом же деле, если мы обратимся к истории этого мемориала, то его создателем является местный помещик Иван Хрисанфович Колодеев, то есть не российское государство, а частное лицо на свои собственные средства, ну и в меру собственных представлений об эстетике и об истории сооружало этот мемориал, ему удалось на основании архивных документов и топографических изысканий определить точное место, где находились мосты, через которые остатки французской армии переправлялись через реку Березина. И на свои собственные средства в 1901 году на этом месте он и соорудил два абсолютно одинаковых памятника, где стоял один мост и где стоял второй мост, по проекту, сделанному офицером первой отдельной артиллерийской бригады Зарецкого. На восточной стороне каждого из этих обелисков располагался гипсовый горельеф с изображением императора Александра I, а на западной, потому что французы напали на Россию с запада, располагался портрет Наполеона. Вот какой смысл вкладывали создатели данного памятника. Русские защищались с востока, французы нападали с запада. Ну и монументы эти оказались недолговечными, они были построены из очень дешевых материалов и простояли всего лишь около 20 лет. Остатки этих монументов были разобраны в 1962 году, а в 2002 году один из них, тот, который стоял у верхнего моста через реку Березину, был отстроен заново. И именно его мы видим и на этой фотографии, и в том видеоролике, который мы с вами анализируем. Еще одна загадка от создателей ролика. Почему альбом с изображениями русских воинов подписан на французском языке? Ответ очень прост. Да потому что создателями данного альбома являются не русские, а французские художники. Дело в том, что нам представляются в видеоролике серия эстампов под общим названием «Союзники» в Париже, которая была выпущена предпринимателем Аароном Мартине в 1815 году. Дело в том, что после того, как французские войска проиграли и Отечественную войну 1812 года, и когда они проиграли все сражения в ходе заграничных походов русской армии, союзные войска в 1814 году вступили в Париж. Город оказался наводнен тысячами солдат, представляющих самые разные армии, самых разных королевств, герцов, сняжеств, империй, входивших в антифранцузскую коалицию. Такого количества иностранцев в столь пестрой и разнообразной моде одетой французы не видели никогда в своей жизни. Поэтому местные граверы, карикатуристы тут же взялись за свои штихили. Однако из-под Христов выходили не сцены зверств, грабежей, которые чинили бы союзные войска, а наоборот забавные бытовые зарисовки с участием солдат союзных армий, изображения непривычных для глаз французских обывателей мундиров, а для того, чтобы люди не запутались, где перед ними шотландские гвардейцы, а где русские, где скачут русские гусары, а где австрийские, для французов делались сопроводительные подписи на французском языке. То есть этот материал сделан самими французами для французов и никакой конспирологии, никаких признаков русско-французского союза усмотреть в этих невинных картинках просто невозможно. Следующее заявление. Почему манифест Александра Первого о начале войны 1812 года был написан на французском языке? Здесь мы имеем дело с откровенным подлогом. Вот перед вами текст, оригинал манифеста государя-императора, самодержца всероссийского, Александра Первого, извещающего население нашей страны о нападении, как тогда говорили, двунадесяти языков на Российскую империю. Мы видим, что весь текст написан на русском языке и был подписан императором Александром Первым шестого или по новому летоисчислению 18 июля 1812 года, когда он находился в лагере первой западной армии, стоявшей под Полоцком. Через четыре дня, 10 июля документ был отпечатан в Санкт-Петербурге и разослан по всем городам Российской империи. Манифест призывал жителей участвовать в ополчении, а дворянство заняться его формированием и снабжением. Следующее заявление. Почему французские и русские солдаты носили идентичную зеленую форму, так что даже наши крестьяне их между собой путали? Здесь опять же мы имеем дело с откровенным подлогом. Вот перед нами французская военная форма. Мы видим, что у большинства французских полков и линейной, и гвардейской пехоты были мундиры синего цвета или различных оттенков синего. Да, конечно, в состав великой армии входили воинские контингенты зависимых от Наполеона Бонапарта государств. Вюртемберга, Баварии, Саксонии, у которых мундиры были других цветов. Но все-таки преобладающий цвет использовавшийся во французской армии был синий. Справа перед нами русская армия, которая к 1812 года переоделась в мундиры темно-синего насыщенного цвета. Поэтому никому не составит затруднение определить, где здесь французы, а где здесь русские. Единственный род войск, которым действительно возникала путаница, это была кавалерия. Дело в том, что легкая кавалерия в войсках обеих противоборствующих сторон представлялась гусарскими и уландскими полками. Исторической родиной гусар является Венгрия. Соответственно, гусары всех стран мира носили ментики, доломаны, похожие на венгерскую военную форму. А уланы пришли к нам из Польши, соответственно, и мундиры уландских полков, и в армии Великого Герцогства Варшавского, сюзереном которого являлся Наполеон, и которые, разумеется, воевали на стороне Наполеона в этой войне. И уланы Российской империи тоже ходили в похожих мундирах. Вот попробуйте сами разобраться, где здесь русские, а где французский гусар. Что крестьяне действительно их путали, и это зафиксировано в мемуарах и в дневниках Дениса Давыдова, известного нашего партизана. Он столкнулся с тем, что русские крестьяне принимали русских же партизан-гусар за французов, брали их в плен или убивали, и он потребовал переодеть гусар в другую форму с более ярко выраженным нашим национальным колоритом, например, в Черкесске, для того, чтобы их точно нельзя было принять за французов. С остальными же солдатами никакой путаницы из-за формы не возникало. Девятое заявление. Если русские и французы были врагами, то почему на стольких изображениях они выглядят как друзья? И, внимание, в качестве аргументации, фактически подтверждающей сделанное заявление, авторы создателей ролика представляют юбилейную продукцию, подготовленную в 1912 году для 100-летнего празднования войны 1812 года. Еще раз вам напомню, в 1912 уже году, ну, во-первых, прошло 100 лет с момента окончания войны 1812 года. Умерли все или почти все их непосредственные участники. Страсти улеглись. Во-вторых, изменилась геополитическая ситуация. Начиная с 1891 года, Россия и Франция являлись союзниками по Антанте. И действительно встречали этот юбилей уже в статусе союзников. Но это не означает, что таковыми они являлись за 100 лет до празднования данного юбилея. А так, действительно, мы видим перед вами медаль под названием «Столетие Отечественной войны 1812 года». На лицевой стороне, на Аверсе, мы видим с вами в медальонах портретные изображения в профиль Александра Первого и Наполеона, но обратите внимание на надпись, которая сделана на реверсе этой медали. На реверсе в рамке из лавровых ветвей, перевитых ленточками с надписями «Витебск», «Смоленск», «Полоцк», «Бородино», «Москва», «Вязьма», «Березина». Это название крупнейших сражений войны 1812 года. Это все ставит на свои места. Война была. В 1812 году никакими друзьями, приятелями России и Франции не являлись. И надпись «В единении сила», «Промысел Божий», «Твердость монарха» и «Любовь к родине народа». Единение имеется в виду «Это отсыл к теории официальной народности», которая долгое время являлась, что сказать, государственной идеологией Российской империи. «Промысел Божий» «Это православие», «Твердость монарха» «Это самодержавие», «Любовь к родине народа», «Православие», «Самодержавие», «Отечество». Вот негласный идеологический девиз Российской империи всего 19 века. Ни о каком же единении между собой Россия и Франции сто лет назад и речи не шло у создателей данной медали. «Почему на французской медали неправильно изображены православные кресты на Кремлевских соборах?» Спрашивают, видимо, сами себя, создатели этого ролика. Спрашивают, а мы отвечаем. Перед нами медаль на вступление в Москву, отчеканенная в 1812 году. Ее создавали два видных французских специалиста монетного двора Андрие и Брене. Ей награждались французские солдаты-офицеры, действительно вошедшие в Москву в сентябре 1812 года. На аверсе медали мы видим с вами портрет Наполеона и надпись на вступление в Москву, ну и дата по новому стилю 14 сентября 1812 года, когда это событие состоялось, а на реверсе стилизованное изображение московского Кремля с развивающимся над ним французским флагом и императорским орлом. Но поскольку изготавливались медали на парижском монетном дворе, гравер действительно допустил серьезную неточность. Он изобразил кресты на куполах кремлевских соборов как католические лотарингские кресты, у которых прямая нижняя перекладина, вместо православных крестов, у которых нижняя перекладина должна быть наклонной. Но этот ляпсус на совести создателей данной медали. На памятной медали Федора Толстого русский и француз вместе борются якобы с неким третьим врагом. Чем дальше продвигается ролик, тем больше сгущается мрака и в головах его создателей, и в головах зрителей. Обратимся к этой медали и истории ее создания. Медаль «Битва Бородинская» была от Чеканина в 1834 году. История этой медали весьма примечательна. В июне 1816 года известный русский медальер Федор Толстой обратился к президенту Академии наук Шишкову, показав ему уже изготовленную им медаль под названием «Родомысл». И он сказал о том, что желает на базе этой медали изготовить еще 19 подобных медалей. И в 1818 году в Петербурге была отпечатана книга с гравюрами будущих запроектированных медалей. Гравюры были выполнены знаменитым в то время мастером Уткиным. Пояснительный текст в книге был написан самим президентом Академии наук Шишковым, и он гласил, если мы прочитаем пояснительный текст медали, все сразу становится на свои места. Русский в броне славянина стоит твердо против нападающих на него трех врагов, из которых единого он уже низверг к стопам своим, двух же других сильной мышцею и крепким щитом отразил и удерживает на время. Трое нападающих символизировали численный перевес, который в начале Отечественной войны 1812 года действительно имела французская армия. А один труп поверженного врага символизирует, что треть этих сил французы уже утратили к моменту, как они зашли в Москву. Еще один пример сувенирной продукции, опять же, изготовленный не в 1800, а в 1912 году это вот такой стаканчик с портретами Александра I и Наполеона Бонапарта. Подобные сувенирные продукции кустари, ремесленники Российской империи изготавливали огромное количество в рамках юбилейных торжеств в 1912 году. При этом, поскольку делали кустари и ремесленники, неизбежно случались ляпсусы, как вот, например, на таком памятном жетоне, вы видите, в верхней части есть дырочка, его можно было носить на ленточке на шее. Опять же, с портретами Александра I и Наполеона I. Гораздо интереснее даты и подписи, которые сделаны на обороте. Мы видим надпись в память 100 лет Отечественной войны 1812 года, и получается, это изображение уже опровергает тот тезис, который мы видели в начале ролика, что якобы никакой Отечественной войны в Российской империи никогда не существовало. Само словосочетание Отечественная война четко видно в верхней части лицевой стороны этого медальона. А на обороте выгравлены фамилии полководцев героев этой войны с их имена Барклай де Толли, Кутузов, Багратион, Платов с опечаткой Виттекштейн вместо Виттгенштейна. И внизу справа подпись Тверь и некий А-типограф, который, вероятно, изготовил вот такой с ошибками грамматическими на реверсе жетон. Еще одно утверждение авторов. Почему на картине французского художника Александр I и Наполеон принимают какую-то делегацию диких русских? Ну, во-первых, картина не имеет никакого отношения к войне 1812 года. Она изображает события, которые реально произошли на пять лет раньше. Это встреча в рамках встречи в Тильзите, которая произошла между Александром I и Наполеоном Бонапартом, на которой Александр I представил ему калмыцкие и башкирские казаков, которые входили в состав русской армии и во время войны 1806-1807 годов, и во время потом Отечественной войны 1812 года. Дело в том, что башкирские и калмыцкие полки входили официально в состав русской армии, и они очень серьезно отличились в бою при Фридланде, проходившем 2-го по-старому 14 июня по новому стилю 1817 года. После совместного парада французских и русских войск, данного в связи с подписанием Тильзитского мира, Наполеон очень захотел увидеть, что это за дикие варвары, вооруженные луками, скачущие на конях, которые причинили столько хлопот его армии во время сражения при Фридланде. И специально для Наполеона было устроено замечательное показательное выступление, когда башкиры показывали на лошадях чудеса джигитовки, а потом, когда им бросили французскую шапку, треуголку, они вмиг изрешетили ее своими стрелами. И потом такую изрешеченную стрелами треуголку торжественно поднесли французскому императору. Позднее три калмыкских и 28 башкирских полков примут участие и в Отечественной войне 1812 года, и в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов. Еще одно утверждение создателей ролика, почему в военной галереи Зимнего дворца русские полководцы изображены с вражескими орденами. Нет смысла анализировать каждый из портретов замечательных русских военачальников, которые украшают стены военной галереи Зимнего дворца. Давайте обратимся внимание на один из этих портретов. Это портрет Михаила Богдановича Барклая де Толли. Уже по этому портрету все станет понятно. Дело в том, что британский художник Джордж Доу по просьбе русского императора писал портреты для военной галереи в течение 1819-1829 годов. То есть спустя много-много лет после войны 1812 года. Поэтому портретируемые генералы изображались на портретах с теми орденами, которые они уже успели заслужить к моменту создания портрета. Соответственно, русские генералы, участники Отечественной войны 1812 года, заграничных походов, разумеется, награждались не только наградами Российской империи, но и наградами стран-участниц с третьей и аж по седьмую антифранцузские коалиции. Так, например, на упомянутом мной портрете Михаила Богдановича Барклая де Толли, помимо российских орденов, святого Андрея Первозванного, святого Георгия, святого Владимира, святого Александра Невского, святой Анны, мы видим также действительно иностранные ордена. Прусский орден Черного Орла, но он его получил в 1813 году, орден Красного Орла первой степени, он был получен в 1807 году, когда Россия и Пруссия совместно сражались против Наполеона, шведский военный орден меча первого класса, его он заработает в 1814 году, австрийский орден Марии Терезии, он будет ему пожалован в 1813 году, французский орден святого Людовика будет им получен в 1816 году, после реставрации династии Бурбонов на французском троне, и орден почетного легиона первой степени, но пожалованный не Наполеоном Бонапартом, а пожалованный в 1815 году, опять же, возвращенным на престол французским королем Людовиком XVIII. Дело в том, что он сохранил учрежденный Наполеоном орден почетного легиона в наградной системе французского королевства, а также нидерландский военный орден Вильгельма первой степени и саксонский военный орден святого Генриха, но они тоже будут вручены после окончания Венского конгресса. Еще одна ложь. Французские и русские войска совместно подавляют народные восстания, вспыхнувшие в 1812 году. Здесь мы имеем дело с откровенным подлогом. Дело в том, что демонстрируемый в ролике Лубок был создан в период заграничных походов русской армии 1813-1814 годов. И никакого отношения к подавлению народных восстаний в 1812 году он не имеет. А если мы переведем с вами на русский язык надпись, сделанную в верхней части Лубка, то мы прочитаем «Прусский пекинер и казаки в битве против французской гвардии». Ну и где же здесь русское народное восстание? На самом деле в 1812 году действительно были крестьянские выступления, обусловленные правда самыми разными причинами. Это и действительно профранцузские выступления и антикрепостнические выступления, но таковых было абсолютное меньшинство. Подавляющее большинство крестьян, поднимавшихся на бунты в 1812 году, они выступали против налогового гнета, против рекрутских наборов, против сборов народного ополчения, но ни в коей мере они не были направлены против правящего строя Российской империи. Опасения же русского правительства, что узнав о том, что Наполеон отменит крепостное право, все русские крестьяне возьмутся за вилы и будут сражаться против русской армии, оказались неправильными, они не оправдались. И наконец, вот все эти микролжи дозировано, но с мощностью немецкого танка, наступающего на русские позиции, вываливаемые одна за другим на протяжении всего. Ролика подводит нас к главной кульминационной лжи. Оказывается, войска Наполеона и Александра Первого вместе воевали против Тартарии, независимого государства в Евразии. Что же за Тартария такая демонстрируется на карте в ролике, и о ней ведут речь создатели этого ролика. Европейские познания о народах Евразии в 17-18 веках были крайне фрагментарны и во многом ошибочными. Это было связано с тем, что прямых контактов у европейцев с ними абсолютно не было. Я процитирую вам английскую британскую энциклопедию. Тартария громадная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе, которая называется Великая Тартария. Тартары, живущие южнее Московии и Сибири, называются астраханскими, черкесскими и дагестанскими, живущими на северо-западе от Каспийского моря, называются калмыкскими тартарами, и которые занимают территорию между Сибирью и Каспийским морем, узбекскими тартарами и монголами, которые обитают севернее Персии и Индии, и, наконец, тибетскими, живущими на северо-запад от Китая. Это британская энциклопедия образца 1771 года. Вот такими байками она кормила своих читателей. На самом же деле никакого государства Тартария в реальной действительности никогда не существовало. На западноевропейских картах и в книгах этим словом обозначались абсолютно все неисследованные еще области евразийского материка. От Уральского хребта на западе до Тихого океана на востоке, от Северного ледовитого океана на севере до Индии, Китая на юге. И по мере расширения познания европейцев, а большую роль в этом сыграли и русские, и европейские ученые и путешественники XVIII-XIX веков размеры этой мифической Тартарии на картах сначала начали уменьшаться, а затем и вовсе исчезли. Ну и ненароком авторы создателей ролика проговариваются сами в следующем слайде, где они демонстрируют уже русскую карту. А на этой русской карте никакой Тартарии нет вообще. Как не было ее и ни на одной карте, изданной в Российской империи в XVIII-XIX веках. Поэтому и главный сногсшибательный вывод о том, что якобы война 1812 года это была борьбой, узурпировавшей власть Гольштейн-Готторпской династии Романовых и союзного с ними Наполеона против настоящей исконной России Тартарии является абсолютным вымыслом создателей данного ролика. Каким же выводом мы можем прийти с вами? Как же мы можем с вами отличить настоящую историческую правду от лжи и наглых инсинуаций? Можно последовать следующей инструкции. Как распознать исторический фейк в интернете? Первое. Это попытаться проверить авторство. Если оно указано, что можно попробовать проверить наличие у автора научных публикаций на известных платформах e-library, киберленинга, скопус, webofscience или akademia.edu. Изучить заголовок. Уважающий себя ученый никогда не будет эпатировать публику какими-то сногсшибательными названиями. Третий шаг. Это анализ введения. Настоящий ученый в введении указывает цель своей работы, основные аспекты темы, которые он собирается осветить и круг используемых источников и литературы. Четвертый шаг. Это анализ визуального ряда. Уважающий историк не будет опускаться до использования в видеоряде скриншотов из компьютерных игр, каких-то заимствовать чужой видеоряд без, во-первых, официального указания авторства и без того, что это использование должно быть как-то оправдано. Пятое. Это тест на конспирологию. Историки не занимаются никакими конспирологическими теориями. Любое сомнение в устоявшихся в обществе взглядах должно быть обосновано и обязательно аргументировано. С опорой на исторические источники и научную литературу. Шестой шаг. Это проверка источников информации. Это то, чем мы с вами занимались на протяжении нашей лекции. Автор должен ссылаться на источники и литературу. Многие источники сегодня уже оцифрованы и доступны для нас через сеть интернет. Я привожу вам примеры русских сайтов, на которых собраны очень многие оцифрованные документы по российской истории. Седьмой шаг. Это проверка излагаемых фактов. Любые сообщаемые факты можно проверить в сети интернет на авторитетных, справочных и профессиональных исторических сайтах. Примеры ссылок на них вы можете увидеть на этом слайде. И наконец восьмой шаг. Авторитетность. Если перед вами настоящий учебный или научно-просветительский контент по истории, то в его создании всегда будут принимать участие известные историки, политики, социологи, авторитетные научные и научно-просветительские организации. Например, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Институт Российской истории или Институт всеобщей истории Российской Академии наук, ведущие университеты нашей страны. Они либо будут указаны в качестве авторов научной концепции, консультантов проекта, либо их пригласят дать интервью создателю данного видеоконтента, и это интервью обязательно будет в него монтировано. Пользуясь этой нехитрой инструкцией, вы можете попытаться отличить историческую правду от фейковой информации. Спасибо большое за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok